всем привет с вами как всегда ольга сегодня мы будем солить сало что нам для этого нужно значит я купила грудинку косточки вот эти вот сверху с грудинки я срезала это пойдет у меня на суп или там допустим можно просто там потушить с капустой но здесь конечно маловато добавить в какое-то блюдо но это будет видно общем короче купила грудинку и срезала вот эти косточки сам этот кусочек получается разделила на 6 вот таких порционных кусочков так соль крупную пищевую приготовила и мелко порезал чеснок сейчас я солью буду со всех сторон натирать солью перекладывать чесноком с лаврушками перчить но это я вам покажу сейчас попозже так все я кусочки натерла солью значит вниз а чуть-чуть вот так лавровый лист я покрошила натерла со всех сторон солью и сверху еще поперчила вот чесночок разложил видно и прямо так плотненько кусочек кусочку положил у меня вот для этого специально приспособленная кастрюлька чтобы кусочки лежали плотненько соли такое хорошее количество и теперь при комнатной температуре и это все оставляю на трое суток через трое суток значит никакого гнета ничего просто вот так вот буду закрывать крышкой и все трое суток стоит при комнатной температуре значит через три трое суток я крышечку открываю достаю сало и лишнюю соль я все счищаю, убираю. То есть вот эту лаврушку, чесночок, где что попало. Складываю все в обычные такие целлофановые пакетики и в морозилку. В морозилке полежало, как подморозилось, все нарезаем и к столу там с каким-то блюдом. Никакого сомнения в этой посолке у вас не должно возникать, если у кого-то возникнет желание так делать. Так солили мои родители, я солю, мне уже 47 лет всю жизнь и всем моим домашним, близким. Такое сало, такой посол, очень нравится. Пересолить вы его не сможете. Да, вы скажете, может быть, что соли здесь много. Нет, ничего подобного. Пересолить вы не сможете, потому что я говорю, через трое суток там сочок дастся, все это лишняя соль, она не войдет в сало. Она будет счищаться. То, что будет появляться здесь сок, ничего страшного нет. Это так и должно быть. Готовьте, как я, готовьте лучше меня. С вами, как всегда, ваша Ольга. Субтитры создавал DimaTorzok